Здравствуйте! Эфир своего ТВ продолжает новости. Меня зовут Екатерина Сегида. И вот главная тема этого выпуска. Умное обеззараживание. В Ставрополе установили новое оборудование для очистки сточных вод. Все подробности в сюжете Виктории Шкальной. Усугубил положение. За что жители Ипатовского округа будут судить второй раз? И 60 лет без капремонта. Какое долгожданное обновление ждет жителей ЮЦИ? Теперь подробнее об этих и других событиях. Больше 6000 ставропольцев смогут в 2021 году заключить социальные контракты. Это одна из форм поддержки. Она помогает людям получить пособие, чтобы открыть свое личное подсобное хозяйство или начать предпринимательскую деятельность. О том, как работает система соцконтрактов в крае, обсудили на совещании в правительстве Ставрополя. Губернатор Владимир Владимиров заявил, что на выплаты по социальным контрактам будет направлено 636 миллионов рублей благодаря федеральной поддержке. Это позволит увеличить размер предоставляемых субсидий. Нашим президентам инициирована возможность получения людьми, которые очень нуждаются и планируют дальше развивать свою жизнь, возможность получения денежного гранта, выплаты, как угодно, назовите, денежных средств, так называемого социального контракта, до 250 тысяч рублей на семью. Мы наиболее активно работа по заключению социальных контрактов идет сейчас в Благодарненском, Андроповском, Труновском и Апанасенковском округах. Губернатор нацелил глав остальных муниципалитетов усилить работу в этом направлении. Разные виды инфекции таятся и в сточных водах. А чтобы они не попали в окружающую среду и не навредили ни природе, ни человеку, их нужно тщательно очистить. Дезинфекция проходит благодаря ультрафиолетовому излучению. Контроль качества провела моя коллега Виктория Шкальная. Более сотни тысяч кубометров. Такой объем сточных вод в сутки стекается сюда со всей краевой столицы. В этих резервуарах жидкость проходит две стадии очистки – механическую и биологическую. И уже потом направляется в цех обеззараживания. Раньше для того, чтобы вода попала обратно в реку, ее хлорировали. На смену реагентам пришел современный экологически безопасный метод – ультрафиолетовая очистка. После биологической очистки на эротенках по каналу сюда поступает уже очищенная сточная вода для обеззараживания, которое происходит на ультрафиолетовой станции. Обеззараживание происходит за счет ультрафиолетовых ламп, которые установлены именно непосредственно в каналах. Управление этими лампами производится силовым блоком, который находится у нас выше. Вся установка оснащена датчиками и контроллерами. Безопасность воды обеспечивают более 200 ультрафиолетовых ламп. Надпись «Норма» на дисплее говорит о том, что состояние воды в канале соответствует всем нормативам. А это значит, что она готова отправиться обратно в окружающую среду. Этот необычный ярко-зеленый цвет у воды на самом деле свечение ультрафиолетовых ламп. Они находятся прямо под водой и выглядят вот так. Эта вода поступает напрямую в реку. И, как нам сказали специалисты, она настолько чистая, что в ней уже буквально можно купаться. Чтобы это проверить, специалисты ежедневно берут пробу очищенной воды. И после она отправляется в лабораторию контроля качества. Для оценки работы эффективности ультрафиолетовой установки у нас проводятся микробиологические исследования. Проба воды высевается до ультрафиолетовой установки и после ультрафиолетовой установки. И в ходе исследований нами было выявлено, что вода очищается на 99,9%. То есть патогенная микрофлора в воде после ультрафиолетовой установки абсолютно отсутствует. Но качество воды при этом остается допустимым для выпуска воду в окружающую среду. Проверяют воду по более чем 40 показателям. Это химический состав, токсичные вещества, нефтепродукты и патогенная микрофлора. На этих чашках наглядно видно две пробы до обеззараживания ультрафиолетовой установкой. Здесь мы видим явные колонии кишечной палочки с металлическим блеском. После обеззараживания ультрафиолетом чашка выглядит совершенно иначе. Абсолютно чистая, без каких-либо колоний. Умное и экологичное обеззараживание оценили Виктория Шкальная и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Идем дальше. Сейчас о происшествиях. В Кисловодске пропал 7-летний мальчик. Ориентировку получили сотрудники Росгвардии. Они нашли ребенка на другом конце города. Мальчик рассказал, что вышел вечером погулять втайне от родителей и не заметил, как отдалился от дома и потерялся. Сотрудники Росгвардии передали школьника в отдел по делам несовершеннолетних, откуда позже его забрали родители. А других ЧП в оперативной сводке. Гостеприимный хозяин, 63-летний житель Курского округа, организовал в своем доме наркопритон. К мужчине систематически приходили наркозависимые, употребляли запрещенные вещества и расплачивались с ним деньгами и алкоголем. Полицейские обнаружили и изъяли посуду со следами марихуаны. Это подтвердила экспертиза. Злоумышленнику придется ответить по закону. Усугубил положение. Полицейские Патовского округа остановили для проверки 40-летнего жителя села Большевика за рулем Нивы. Сразу стало понятно, мужчина сильно пьян. Это подтвердило и медосвидетельствование. Более того, нарушитель был уже лишен прав и приговорен к обязательным работам за аналогичную выходку. Теперь возбудили уголовное дело. Материалы уже в суде. Расплата за добром. Жительница Кисловодска уговорила свою подругу оформить на себя кредит и взять телефон в рассрочку. Та не отказала, выполнила условия и передала приятельнице деньги и гаджет. Однако в оговоренные сроки долг кисловодчанка не вернула, а потом и вовсе перестала выходить на связь. Общий ущерб – более 167 тысяч рублей. Злоумышленницу задержали полицейские. Ей придется ответить по статье «Мошенничество». В Левокумском округе в этом году реализуют 7 проектов благоустройства. Там создадут новый сквер, спортивные и детские площадки, скейт-парк и многое другое. Так, например, на месте пустыря в селе Владимировке разобьются современный парк. Благоустройство местности уже началось. Все работы пройдут в рамках губернаторской программы поддержки местных инициатив. О других новостях края – коротко в нашем обзоре. В селе ЮЦе предгорного округа приведут в порядок местный спортзал. Ремонт пройдет в школе номер 11. Работы там не проводились больше 60 лет. Специалисты заменят входные двери, напольное покрытие, светильники, покрасят стены и потолок. Также закупят современный инвентарь. Все работы пройдут в рамках нацпроекта образования. В этом году в Труновском округе отремонтируют участок региональной дороги «Безопасная Подлесная». В ходе реконструкции специалисты применят технологию укладки в асфальтобетонное покрытие полиэфирной георешетки. Это позволит новому полотну выдерживать перепады температур и повышенную динамическую нагрузку за счет равномерного распределения. Также на участке нанесут разметку и установят знаки. Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». В хуторе Родниковском Кочубейского округа благоустроят зону отдыха. Объект возведут в центре населенного пункта. Там установят лавочки, урны и освещение. Для детей младшего возраста оборудуют игровой комплекс, а для старших разместят тренажеры. Новую точку притяжения создадут благодаря губернаторской программе поддержки местных инициатив. Заходите, там много полезного. Также мы ждем ваши вопросы на WhatsApp или Telegram по номеру 8 928 350 80 70. Расскажите о своей проблеме, а мы постараемся разобраться. Кроме того, напоминаю, свое ТВ есть во всех социальных сетях. Чтобы узнать более подробно, наведите камеру смартфона на экран и отсканируйте QR-код. Ну а сейчас прогноз погоды. Я передаю слово Марии Никитиной. А с вами прощаюсь. Меня зовут Екатерина Сегида. Всего доброго. Здравствуйте, дорогие зрители своего ТВ. В Европе сейчас рекордная аномалия. Плюс 25 градусов. А какая погода будет на Ставрополье в понедельник, 5 апреля, расскажу прямо сейчас. В Ставрополе облачно с прояснениями. Днем плюс 13 градусов, ночью плюс 11. В Изобилинском и Новоалександровском округах паспорная погода. Днем плюс 15 градусов тепла, местами пройдут дожди. Ночью плюс 13 градусов. В Пятигорске и Минеральных водах переменная облачность. Днем плюс 22 градуса, ночью плюс 11 градусов тепла. В Кисловодске переменная облачность днем там плюс 18 градусов, ночью плюс 9. Давайте посмотрим на восток. Там облачно с прояснениями, местами пасмурно. Жителей Буденовска, Нефтекумска и Арсгира погода особенно порадует. В Буденовске плюс 24, плюс 8. В Нефтекумске плюс 24, плюс 10. Ну а в Арсгире плюс 22, плюс 10. В Ипатова плюс 16 градусов днем и плюс 12 ночью. В Дивном плюс 15 днем и плюс 10 ночью. А в Японии вот уже как 1200 лет записывают даты цветения сакуры. Только представьте, они никогда не цвели настолько рано. В городе Киото сезон цветения деревьев обычно происходил в апреле. Но в этом году его пик был там зарегистрирован 26 марта. Согласно данным университета Осаки, в бывшей столице в этом году необычайно теплая весна. На этом у меня все. Увидимся на своем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok